И Дэнди понимает, что мне было весело в начале, я радовался, что у меня крутой герой, а тут к нему выходит добра просто. И начинается все очень весело. И Бульбазавр будет сейчас бить Дэнди в лицо. Но тут вопрос в том, у кого монар закончится раньше. Ну, обычно у Дэваврера она редко заканчивается, правда Дэнди уже очень много астралов потратил. Но вот сейчас Бульбазавр сейчас раздаст моноберн и все. Если даст, если успеет. Да, Дэнди хорошо здесь контролит крипов. 2-3 уже статистика. Да, но в любом случае придется здесь Дэнди стоять без астрала, а Бульба постоянно будет его минусманировать, скорее всего, да. Ну, как постоянно, не постоянно. Дело в том, что Дэнди как раз таки и не будет сейчас стараться быть там с фуллманой как-то, Бульбу напрягать. Я не думаю, что это будет в планах Дэнди, потому что Бульбу задача предельно простая. Просто отойти, дождаться, когда там с него слетит этот стак интеллекта, прийти дать моноберн, да, и все. И он, считай, все там свое сразу же отыграет. Вот, кстати, подсказывают нам сейчас до хвоста. Но это очень много. Это реально дофига. Для такого героя, как Найкс, это нереально много. То есть, героя, который уберет очень часто. Так, ну и смотри, Флаф инстав выходит на нижнюю линию, начинает отрекать Куроки. Куроки здесь должен быть, нет? Нет, Куроки не может. Потому что Флаф только первый уровень, так бы Куроки здесь отъехал. Хвост подставил, сколько демиджа получил. И вынужден сейчас будет ехать, хавать на гусики хвост. Дело в том, что сейчас Флаф получит второй, и уже подставляться так нельзя будет. Да. Потому что это сразу будут фраги. Пупей здесь, наверное, погонял в Айту секс, и забил за руну, разбивает ее в Айту. И, собственно, получает еще три плющки от Пупе, и еще мисс прошел. Посмотри на Крепстат Дэнди. Вот просто посмотри на Крепстат Дэнди. Десять, десять. За две минуты он перед Дэнайл, он уже заденайл там две с половиной пачки Крепов своих. Да, это очень сильно. Ну и мы видим, что разозлился Дэнди. Три-одину Бульбу Крепстат. Так я же зачем? То есть Бульба только что станом даже пытался забрать Крипа, но Дэнди даже его заденайл. Причем Дэнди сам попал на стан, то есть он успел там перед станом закинуть эту тычечку. Ну и вот прилетает Боттл сейчас к Дэнди, он, я думаю, будет моментально сейчас стараться кидать этот Астрауза для того, чтобы Ману уже нет. И продолжает Дэнайд, добивать все, что можно. Да, 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 да. Да, тут, конечно, Бульбы в этом плане трагедия. Но Бульба получает экспой, это самое главное. Да, и у него будет потом, потом он будет очень серьезным, по поболе очень серьезное будет, собственно, для Дэнди Мона. И мы это прекрасно понимаем. А счет там 0-0. А у Хвоста Крепстат не самый лучший, потому что он убьет аж три Крипа. Так, выход. Митя сейчас будет трэп. Хнет, мертвый. Ай-яй-яй, слишком маленький Астрал. Ты не пытался за 100 пицц? Да, да, вот опять же видно, да, что до последнего старается исполнить именно то, что хотелось исполнить, но, опять же, слишком мало действовал Астрал. Пожалуйста. 790 раз бы пикнуть в 678 микс и в 10 раз меньше. После патча его начали брать. Да, типа патч вроде еще не самый долгий, да, поэтому сложно говорить о какой-то продолжительной дистанции. Но брать его реально стали меньше. Вот я заметил, грубо говоря, да, по личным наблюдениям, что он стал не так часто появляться. Раньше он был реально простой, скажем, герой, да, ты залетел, жмакнул, победил. Сейчас можно жмакнуть так, что потом мы будем с тобой заливаться. Слушай, чувака. Да, да. Еще по шестерым не попасть там, когда стоят. Да, да, еще там целую игру можно потом с него сидеть заливаться. Поэтому многие перестали брать этого героя, потому что действительно стало намного сложнее попадать. Я просто уже минутки полторы с Дэнди не свожу мышку. Тут просто шикарно все у Дэнди Мона. 19 на 20 Крепстат. И еще Реген находит Дэнди. То, что надо. Попей здесь же рядом. И выход на Бульбу, выход на Бульбу. Есть здесь хвост. Хвост, Бульба Дэнди. И все-таки как-то слишком тупо выбежали и не сможет добежать сюда Кентавр. Ну, Бульба Дэнди будет островом Кентавр. Сейчас он встанет. И Бульба... Где-то по Кентаврам зацепил им полом. Бульба реально погиб. И хвост у нас просто пришел в МИД терять нереальную кучу времени. Сложно ему стоять уже тяжко против кошки. Кошка в 269 и кошка сейчас вынесет опять-таки на 6-й минуте Сумидас. Да, вот вроде и Нави взяли своих героев, да? Да. Не проиграли, не проиграли. Выиграли только МИД. Да, выиграл Дэнди. То есть все остальные тут прибегали, помогали, но... Толку. И тут пупей здесь, куроки едет. Ну да, мне тусуются они. Ну а что они могут сделать? Бульба, что? Ивать в сексе. Да ничего. Так, ну вот сейчас хвост. Хвост вообще на топе. Фаннику придется улетать. И опять с воплением и у Нави. Опять с воплением и опять Нави не будет знать здесь, что делать. И опять не потерять кучу времени. А Кошку он оформил себе МИДас. И Вивер там оформился МИДас уже почти, да? Ну это будет... Да, вот сейчас будет 2 МИДаса на 6-й минуте. Да, это серьезно, достаточно показатель. Ну, Дэнди, понятное дело, МИДас не покупает. Три игры, три победа в Хардлане, эти персонажи Муфаника. 17 ультов по сути за игру выдает он. Ну, хотя иногда станет двоих, не знаю. Да, станов ультов 17, да, мне 17 ультов. А то я так что-то посчитал 17 ультов, блин. Да, да. Немножечко. Да, да, да. 6-й минуты игры по-прежнему 0-0 у нас. И 2 МИДаса очень скоро появятся у команды ЛИКВИД. Ну, у команды МАВИ МИДасами здесь пахнуть не будет, понятное дело. Ну, еще и Фаник встрял, и у него нету МАНы, чтобы отсюда улететь. И это вообще провал. Потому что МАНа у него натикает не скоро, и ему надо здесь стоять и очень долго ждать. Да, кстати, телепорта у него нету, поэтому Фаник тут действительно... Вот чей-то телепорт, Дэнди свой телепорт отдает. Дэнди отдает свой телепорт, ну что, ну а что еще делать? А птица прилетела к Дэнди, сганка телепорт отправил. Да, сейчас вот веточку выложил, веточку. 6-33 крипстат сейчас, собственно, 6-33 крипстат, 6-6 минут, 33 секунды игры. У нас, правословие, предельно, нету Фрестблада. И Дэнди мы видим против Бурбы. Вот Фаник, кстати, он же постоял как раз на изи-лайне, получается, получил очень быстро 6-й левел. И сейчас отправляется гангать, он заюзал Смоук, и возможно отправится... Невозможно, а он отправляется убивать Койкву, потому что у него есть Даст. Это круто, Койква покупает Мидаскорас в этот момент. Сейчас задача Куроки будет просто поднять Койкву, и все. Да, Койква это понял. Койква ушел с линии, но возможно он ушел с линии просто съесть крипа. Да, скорее всего он просто сейчас пойдет, скушает какого-нибудь крипучка. Он не находит нормального крипа, он уйдет сейчас на большой, он с маленького Мидасом, большого сожрет, или наоборот, да, вот он большого сожрал, а на другом спауне кого-то просто замедасирует. Да, это, блин, Фаник очень долго стоять будет, вот в чем дело. И Хвост вот только-только начал бить крипов, у него 13 крипов, в то время как там уже по 40 понабирали, собственно, два майнкерри. Вот такое вот ужасное начало игры, в принципе, для Na'Vi. По деньгам, ну, впереди Ликвид, совсем пару копеек, но на Творс включи, вот на Творс ты увидишь, и все. Там по деньгам Na'Vi только суппорты сейчас вывозят, это Коза и Рубик. Ну да, да. И все, то есть все остальные, это Пак, Лайфстилер и Дестроер. Дестроер отстает, да, от Твиллера, который вроде как фармил почти всю игру. И от Клинца, естественно, который фармил всю игру. И даже того же Нюкса, которого он очень плотно обгонял, ну да, хотя его он на тысячу на целую практически обошел. Так что Денни Мид реально выиграл там в Хламину. Вот тут реально можно сказать, что Денни Мон центральную линию просто заогнил. Так, ну что же, Кошка управляется, мы идем к Тавру. Так, Пупеи там с двумя Кентаврами, но вот в отличие от Чена Кентавры эти... Недолгосрочные. Смотри, вот. Недолгосрочные. В Инвизе. Находит он Пупея. Ну и Пупея, ну Пупея не один, понятное дело. С двумя телохранителями. Пупея друзья есть, это да, тут ничего не скажешь. Кстати, помягали сейчас на нижнюю линию, Ликвид, возможно, намекнув на то, что Фаника нету. Фаника, кстати, да, телепорта нету. У Рубика тоже нет телепорта, значит, они не появятся очень быстро для того, чтобы спасти хвоста. И минус хвост здесь будет делать. Да, выходит Бульба. И хвост, и все четко. И проблема огромная у хвоста. Хвоста копает, хвост не успевает. Это регланути и минус хвост просто. Это ферр-ферр. Как же грамотно все было сделано. Блин, это очень-очень крутые мывы от Ликвидов. Да, вот так вот Ликвиды. Начинает это круто, он четко, но и мы видим, что Т1 Тавер, ну, начинает. Десятая минута, счет 1-0, да. Но самое главное, что фраг сделали, и сделали они этот самый первый фраг. Ну и по сути, отлично играет. Понимаете, даже если в прошлой игре, например, у нас был один гоник, который плотно нафрегал, да, очень сильно создавал нагрузку на мозг. Здесь будет и вивер, и боник, и никс, и инвизеры. А вот если вивер, он сейчас будет такой, скорее, более сплит-пушащий, вивер, он будет просто стоять на топе и никуда не уходить отсюда, такой бурда-стайл, то нюкс и боник, они реально задрочат всех. Они очень быстро задолбут. Если быстро будет куплен гем, хорошо. Но если гем потеряют... Пупе-мидас. Да, да, и дэнди-мидас Пупе-мидас. Но они, видимо, решили сыграть вот эту доту. Ну, ладно, давайте играть тогда в Мидас Доту, в Ликвид Боро. Да, ну посмотрим, как получится или не получится. Я, например, ну не могу сейчас говорить, это хорошо или плохо. Уж Нави точно понимаю, для чего нужно покупать те или иные айтемы. Ну, хвост Мидас, я думаю, вряд ли будет покупать. Его не заставите. Но в любом случае хвост, у которого на 10-й минуте есть тапок, и 18 крипов, за 10 минут 18 крипов, за 2 минуты 18 крипов, это нормально, а за 10, и мы понимаем, что... За 2 минуты 18 крипов, это вообще отбиливы больные цифры. Ну как, если где-то ты в лесу, нас так от тебя, чё бы нет. И приходишь в Battle Fury гирокоптером. Смотри, 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 тут сейчас поймали Way2Sexy. Ну и пак стоит ultimate, можно делать фраг. Дэнди спрятал и Way2Sexy засуну. Ну, это не проблема никакая, всё, хорошо. Забрал Фаник. В любом случае есть первый фраг для Нави, в четвером у них здесь напали на бедную VR-очку, избили... Кстати, Тавр могут в миде попробовать забрать. Ну вот Фаник улетает вниз для того, чтобы задефить вышку, так как там этот Бун Флетчер, мы-то знаем, что он умеет ломать Тавра очень хорошо. О, кстати, у него будет Сайенс, такая крутая тема. О, особенно против паков всяких. Да, и Тавр в миде пытается присылать сейчас быстренько Нави. Есть три Крипа, есть два героя. Мидим, есть Сич Крипкин, Тавр. То, что, в принципе, можно... Бульба, Бульба по Дэнди не решил, по Куроке не решил Дэнди ловит Тавра. Тысячка Тавра, Бульба может двоих копнуть! Копай двоих! И Куроке умеет! Ой-ой-ой-ой-ой! Минус Дэнди. Бульба! Бульба! Радиус Мидал Тауэр is under attack. Хорошо, ушёл. Бульба, там всё, БГВП. Да, там никому ничего не поможет. Но в итоге, как мы видим, всё более-менее нормально. Ещё играть. Да, ещё обделались лёгким испугом, как говорится. Я тут просто тумбс апп, прям тумбс апп. Ускоро увидите, почему я тумбс апп. У нас тут добро такое поувелилось, что прям... Не-е-е, вот это то самое, то самое приятное, что у нас скоро будет. Что вообще только может быть в мире комментаторам, да. Надеюсь, теперь мы не будем спать. Вот это единственная проблема, которая может быть во время комментирования на таких удобствах. Это то, что можно реально заснуть. Да, нам два DXRacer сюда присунули. Сейчас нам, может, экстримщик поможет, и мы их прям во время игры сменим. Да, и вы уже в конце игры, когда мы будем сидеть на камеру и говорить, что... Храпеть. Да, да, да. Или так. В общем, разберёмся. Да, мы тут уже начинаем разбираться, не переживайте. Так, ну, пока что у нас тут ничего интересного не было. Нет, интересное происходит только то, что... Смотри, 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 Кроки в таверну. Да. Кроки... Кроки... У меня так интересно, смотри, Кроки умер. Да, да, это опять же привет, Вольво, но такой бывает. Это Мидас у хвоста. Да, три Мидаса у команды Na'Vi, то есть два Мидаса было у... Два Мидаса есть у Ликвидов, но три Мидаса лучше, чем два Мидаса, и мы прекрасно понимаем это. Но 3-1 ещё в пользу Ликвидов. Ну что? Да, 3-1, это, конечно, не критично, но мы видим, как на карте всё плачевно складывается, и что перевернуть ситуацию Na'Vi будет не так легко, как мне кажется. Нет, если Ликвиды будут сидеть и тормозить, то мы знаем, да, Na'Vi умеют фармить, умеют... Ну понятно, имея опять-таки бомбу, имея, блин... Да, 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 они выиграют игру, если они не пойдут полить сейчас Na'Vi. Вот именно, так что в интересах Ликвидов сейчас продолжать нагнетать обстановку и продолжать вот очень-очень сильно прессовать. Слушай, у меня есть тут новость, по-моему, тут будет ещё один даггер, ещё один этот, или всё-таки будет сейчас просто прыгать на кошку? Просветка где? Вот она просветка, вот он Сайленс, Койква. Подняли, и есть фраг, есть фраг на Койкве, это очень хорошо. Вот фраг на Койкве, это действительно важно. Это штука Фредди! Разбирает им Рейнджеры в миде вместе с ПТМ. Теперь будет атака от Ликвидов на Хватста. Да, Хватта уже начинает прибывать, будет сразу же рыжить, ну, смотри, как-то... И вот это, если он выглядит всё, и проблем у него быть не должно. Но били его очень больно, эти птички. Знаешь, как-то там Хост должен понимать, что он... Он проседает, да, его там и Вивер вроде бы неплохо грызёт. Так, 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 так. Да, Хватт умирает, но все равно, и можно, ну, Клапинстапы тут не убьют, конечно, но... Все равно как заманил, да. Хватта спрятать, Дэнди! Дэнди сейчас прячет! Попадчик, он убил! Пять, три, шейкл! Дэнди до конца сейчас прячет! Час убит на мне, а уже нет. А чуть-чуть не хватило, а не бахты! Куроки, Куроки хорошо бежит, Куроки здесь на Сокучаки, поднимает, в эту секси нет. Семь, шесть, пять, четыре. Да, не, Куроки тоже считал. И тоже такой, не, 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 не догнали. Пять, 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 пять. Игрок на винранер, да, и вот в эту секси спасся бегством. Все-таки Куроки готов к миде. Куроки готов поднимать здесь Кошку. Сейчас закончится у него Сокучи. Поднимает Кошку. И Дэнди, у них пол-хп, Дэнди садовый просто угол. И Фанник сейчас уже пробьет очень хорошо Кошку. И просто Кошка может умереть, и есть просветка, поздавая. Да, нет. Птичка чуть не умерла, опять же, на, по Бульбе. Сейчас Куроки еще раз поднимет. Три секунды, три секунды. Осторожно, Бульба, вот видит Куроки, где он? Сам отход, боже, как же Рубик в Сокучах-то портит здоровье. Но Рубик там даже не в Сокучах, он украл Скелетон Волк. Ага, это Скелетон Волк, он еще и быстро керет нереально. Бульба, бежит, Бульба сейчас на халяву, Куроки. Да, и по троим, как, ой, отлично. Вышла, Бумба. Волк началась с Радианс Ботом Тауэр. Радианс Ботом Тауэр is under attack. Радианс Ботом Тауэр has fallen. Ты думаешь, что ты делаешь это? Да. Ну что ты так? Ну что ты так? Да, типа, what the fuck? Ну все, Лайстиллер сидит уже в фанике, настроил там себе монитор и Да, но он Кура со скелетон-волком, блин, очень жаль, что этот скелетон-волк у него скоро закончится. Койко тут уже видели, да, но Койко успел убежать, Койко сам ушел в инвиз, и инвиз у Фанника уже скоро закончится. Так, главное, чтобы сейчас тут не перебыковали нави. Фаник, ну на Флафа можно прыгать и убивать. Ну да, там две птицы сейчас еще попрыгаешь, убиваешь. Это два, да, немножко невесело на 17-й минуте. Так что пару телепортов, и быстро лицо оторвут. К сожалению, никого не смогли убить. Ну вот Фаник сейчас не спалится, главное не спалится, да, успел залететь, хорошо. Теперь можно, ну, на другой линии попытаться кого-то поймать, но это тоже очень сложно, потому что очень далеко. Спину, как-то, кто-то линию протолкал бы, было бы нормально, но никто линию не хочет проталкивать. В итоге Фаник вынужден как-то вот сюда вот прыгать. Да, но Фаник сейчас Сарба, скорее всего, будет прыгать куда-то на противоположную сторону. Вот, да-да-да. У Куроки, у которого все еще есть. Да, у Куроки еще есть. Но сейчас вот он был последний, он закончился, и нового уже нет. Новый, можно, наверное, украсть. Кстати, 3500 голды ведут Na'Vi и 1200 XP ведут Na'Vi. Вот, хвост, опять заманивает на себя Liquid TC. О, мы едим на трассе получилось. Так, что там попей? 1200. А Аганим надо, значит, наделать. Куроки, кстати, собрался госскепитер. Да, тут курорты как курорты. Суппорты команды Na'Vi денег зарабатывать неплохо. Да, ну вот, гост, он, во-первых, статов дает он очень много. Вот, как бы люди не противились тому, что купить гост, вроде бы, блин, бесполезная фигня. Для суппорта это плюс 7 ко всем статам. Это, ну, типа, много. Если что, ультимейт арбада дает плюс 10, да? Да, ультимейт арбада вот плюс 10. А тут дают плюс 7, плюс еще неуязвимость к физическим атакам. Это реально классный айтем. И, ну, нельзя забывать о его существовании. Даже при наличии какого-то серьезного магического прокаста. Вот, это яркий пример. Тут VRK с пауэршотом. Никс с импейлами всякими монобёрнами, который может давать, да? Это все в гост. Но, с другой стороны, если тебя начнет фокусить боник, лучше пусть у тебя уже Никс разряжается, чем тебя убьет боник с трех ударов. Да, Никс хоть потратит что-то и так далее. Да, да, он хоть будет какой-то менее бесполезный. А боник же тебя просто будет бить с руки. И это реально очень сильно будет помогать. Вот эти все госты, они будут очень мешаться на пути у бонфлетчера. Так, подбегает сейчас к ТС, к уроке. К уроке, так, тут шокучах. Проверил. Ну, уроке есть уже. Это VRK. Там VRK поджидает уже, она охраняет. А, еще есть одно ТП. Сюда прилетает, собственно, Balbo. Это видели Na'Vi. Это видели Na'Vi. Видели его InVis. Поэтому сейчас все поубегают. Там вот как раз тот Line Ward. Он четко по границе сделал телепорт. Да. И мы видим, тут не поймает. Бульба видит хвоста. Ну, хвоста он не станет бить даже. Ага, а хвост вот видит Бульбу. Смотри, Бульба-то под Вардом тут бедный тусуется дальше. Да, ну вот хвост ждал. Ну, не проживал, естественно, рейдж до последнего. Потому что ждал, когда Бульба замахнется хоть чем-то. Но зато Бульба только узнал инфу, что здесь есть Sentry Ward. Да, причем, кстати, официально поздравляем. Бульба. А, и снизу кошка, точнее. Кошка здесь не пугает, не денется. Отлично. Вот они делают то, что надо делать. Не просто убивают, собственно, кошку. Уже 0-3-моль, да? И клинк, который на 20-ой минуте имеет только один арчит. И смотри, Куроки. До конца со Флаффенстаффом, Куроки. Ты сейчас умрешь же здесь, Куро. Да ладно, что ты тут начинаешь самотнировать? Ты продолжаешь самотнировать. Куро, Куро, Дэнди здесь, Куро, рядом Бульба. Ну, Куроки уже без маны. То есть, Куроки не стал поднимать, ему надо было здесь поднять, бросить на бенди. Правда, можно пересумонить. Сейчас идут птицу. Лучше бы сразу перезвал. Так, думал, увезти обе. Ну, короче, такое, поженившел немножко. В любом случае, на топе Войту секси, ETC уже плотно дамажит Тауэр. Да, вивер с линкой будет, вот сразу после этой вышечки будет у него линка. Флаффенстафф минус рубик. Где? На миде. Все там же. Видимо, Рубик выбрал неправильное положение, неправильную траекторию. Возвращение на базу. Да, E7-7 стал счет. Так, ну и Фаник видел, как бульбазавр забрал руну иллюзий. И армлет появляется у хвоста. Ну, наконец-то, нормальные айтемы начинают появляться. Пупей. Там, под погоня. За словами Войту секси. Ну, это такое. Там убегают. Войту секси далековато был Кентавр пупейский, поэтому, собственно, поймать не скажу. Ну, короче, Na'Vi выровняли ситуацию по отношению к тому, что было до этого. До этого их просто разрывали в клочья. Сейчас мы видим, что они уже впереди по деньгам, они уже впереди по опыту. Да, пока что немного, но это все равно лучше, чем ничего. И вот Клинкс единственное, что может теперь хоть вышки какие-то забирать. Ну, в любом случае, Na'Vi вернулись в игру. Ну, да, потому что вначале ты помнишь, как их там просто гоняли по всей карте, убивали постоянно. Так, Фаник. Да-да-да, Фаник, Фаника, кстати, здесь должны были видеть. И Фаник, кстати, видит сейчас Нюкса, видит сейчас всех, он должен срочно уходить с даггера, так как на него сейчас будет вешаться много неприятных вещей. И Фаник... Фаник уже тоже есть. Фаник. Да, спокойно убежал. Да, и кое-кое решило вообще не болит. Кстати, а Хвоста с Дэнди уже здесь. И Наршаны заходят. У Дэнди 3 500 сейчас денег. И мы видим, что освободил он слот себе для... Аэгиса. Ну и пошла, пошла, пошла. Катка на Рошане. Рядом Куро. Тут же и Хилл, собственно, от Пупея. Тут же и Фаник. Ну и тут Рошана спокойно на Ви заберут. Да, Рошана забирает на Ви. Причем очень хороший момент они выбрали. Мы видим, Ликвиды вот только-только направили на разведку иллюзию Нюкса. А тут уже Аэгису в Immortal. Лайвстиллер, pick it up. Да, на топе сбирает TC вышечку тем временем. Фортап появляется у нас у дворки. И есть БКБ у Дэнди. Есть БКБ у Дэнди. Ну и сейчас вот уже, наверное, Дэнди... Ну, Хвост что-то отстает на 2000. Уже нормально себя более-менее чувствует. Тоб провальное начало игры немножко забыть. Да, да, сейчас я же говорю. Как раз вот Лайвстиллер уже начал себе какие-то маломальские артефакты вывозить. Конечно, Армлет, Фейзы и Мидос на 22-й минуте это не предел мечтаний. Но это все же дофига, по большому счету. Это реально нормальные айтемы, которые помогают в драке неплохо. Ну да. В атак спид у айтемы сейчас неплохой. Да, плюс еще там рейдж, который дает 60 пока что. Да, оно 80 будет в дальнейшем. Хвост его так и не до максил. Так. И барабаны. Барабаны, да. Есть уже барабаны. Ну что ж, еще быстрее. Быстрее и выше сильнее, скажем так. Чем спаста, наверное. Как положено. У Пи тоже купил гост Кептер, мы видим. И два гаста уже у на Ви. Может быть, будет когда-то еще и больше гастов. Ну, у двух саппортов есть гасты. Это хорошо. Ну и Дэнди, и БКБ, как мы уже сказали. Фаник. А трех? У трех героев на Ви есть госты. У Пак, который есть гост. Пак. Встанет, прячется. Ну вот где гост. Вот он и гост. У него сейчас даггер, типа, откэдэшился. Так что он сейчас может залететь. Смотри, он уже дерется. О, Фаник. Ну что это? Ну он разменял себя, да. Но он же мог все равно не умирать здесь. Ну да, типа все равно хрень получилась. Вот в чем дело. Да. Ну разменял, да. Но фраг то, блин, отдал. Ну ладно. С ним это так. Он там не является каким-то супер хардлейтом. Нужные айтемы у него есть. Там даггер, да, допустим. Какой-то еще гост, который помогает жить. Дальше пусть уже как-то по обстоятельствам. Лайва ломает почти такой же, кстати, как Кликс. Да, да. Ну так что более-менее пойдет. Вот они барабаны как раз прилетают к хвосту. И у него еще есть тысяча сверху этих барабанов. Ну и что? Снизу хвост. Видим, в лесу рядом пупей. Тоже где-то здесь. А, вот очень близко бегает Куракай. Ну и Дэнди в миде. Дэнди в миде 1200. У него денег. Мы видим у Дэндимона. Ну и тут у Дэнди в дела, в принципе, идут пока. Окей, но. Окей. Так. Кабост. Да, но не будем забывать, что это все проходит почти без вивера. Вот. Да, да. Вивера мы еще ни разу толком на вивера. А у вивера сейчас будет дезолятор. Он попушил. Ох. Ну не сейчас, но скоро. Скоро, да. Правда у него еще тапка нету, но дезолятор у него скоро будет. Ха-ха-ха. Это, я помню, были времена, да, когда было не модно собирать виверу тапок до 45-х минуты. Да, ну зачем? Типа, да. Вообще тапок это просто личный слот как бы. Так, причем, действительно, там были виверы, у которых было по 4 слота, ну нормальных там всякие. МКБ, там БКБ, БКБ, там прочая фигня. И не было тапка, реально не было тапка. Бегали просто так. Ну мы видим, что в среднем на 70 вырос GPM и XPM на 20 у хвоста за последний год. 1993 паба, 68% побед у Сашки. И Бульба убивает на топе Фаника. Вдвоем два инвизера и до свидания Фаник. Да, да, да. 9-8 ликвид впереди. Вот так вот. Ну что же, Кошка снизу немножечко линию сейчас пропушит. На него идет вылазка. Это Пупи вместе с Дэнди. Есть просветка у Пупи. Так что Койко здесь скорее всего стреляет Дэнди. Спрятал его. Койко там вошел вниз. Ну там сейчас подойдет. Типа просветка есть. Здесь будет просветка. Три удара. Мог бы не ультовать Дэнди. Ну там вообще не просветка. Там гембо у Дэнди есть. А, да. Гембо Дэнди. Мы видим, что 430 у него был ГПМ. Когда он был еще чемпионом мира. А сейчас 550 на 547. Опять-таки Хвост немножко поменял роль. Начинал он оффлейн. В Na'Vi миллион он выигрывал оффлейнером. Ну там был такой оффлейнер, плавно переходящий в Киеве. Да, 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 да. То есть и сейчас сейчас это так. Так, вот опять Хвост бесится. Смотри, он чуть-нибудь бульбу не съел. И залезет из Крипа просто, да. Тут Крипы реально не вовремя подошли. Это было и так по сути понятно. Я уже хотел сказать, что тут еще не получится. У Ликвидов слишком близко находились те самые Крипочки. Да, ну Хвост выживает, что самое главное. И бежит сейчас на базу. Играет Армлета. Так далее. Любимый лучший подгерой Шторг Спирит. У нас на 70 игр 79% винрейт. Это знаешь, не с бывшейся мечты. И только Дэнди играет на Пудже. И там, и там. Понимаешь? Дэнди, мне кажется, в этом плане будет самый счастливый игрок команды Na'Vi. Однозначно. Снизу. НС вообще-то. Дэнди, ах, не забрал все-таки Тауэр. Еще пытается здесь убежать. Кошка, за ним тесит. Проблем. Будет огромный вилю у Пупея. Или у Дэнди, Дэнди на войте прячет. И сам Дэнди форстаф есть. Дэнди, скорее всего. Но спас, не спас он, Пупея. Пупея, да, умер. И вот Дэнди делает плаут. Да, Дэнди делает плаут. Десятый фраг делает команда Liquid. Аегис пропадет через минуту и ничего не сделали Na'Vi. Вот вообще ничего не сделали. Для того, чтобы там хоть как-то этот Аегис реализовать. Могли бы пойти на Т2, могли бы что-то попридумать. Но Na'Vi этого не сделали. И сейчас он просто попадет. Так, тут Liquid еще сломают Ward. Да, да, Na'Vi, кстати, понимали, где находятся эти самые Liquid. Хвост тут рядышком. У хвоста нет пока что Infesto. Сбивает Link у Куроки. Чем-то же надо сбивать. Ну, у Куроки, на самом деле, хорошие скиллы для того, чтобы сбивать. Ну, да. Водицом зря. По сути, ну, скажем, не супер полезный, да, в драке, не ключевой. Типа лишний дэмэдж. Лишним как бы не бывает, но, я думаю, зрители поняли, что я хочу сказать. Что им можно пренебречь. Это не какое-то, там, особо трайдера или еще что-то в этом духе. Так, у нас ТП вниз. Ну, на этот раз не отдают товара Na'Vi, да. То есть, в своевременном вязается Glyph. И, в своевременном мы видим, есть ТП. А в прошлой игре бараки вообще на халяву отдали, да, здесь за ТП. Нормально, дерутся. Все правильно они делают, как бараки. Нельзя брать товара. Долго будут вспоминать с мешком. 4 тысячи голды Na'Vi ведут. И вот ввели в какой-то момент P200 и XP, и уже осталось 4 тысячи. То есть, Liquid возвращается в игру. Ну, преимущества особого, да и нет. У Dendy Hex, кстати, появится через 900 копеек. И если его сейчас не убьют, правда. Ну, у него есть просто так, да. Войту Sexy, кстати, в центре принимают. И минус Войту Sexy. Да, Войту Sexy убили, а Dendy на топе не убили. Dendy на топе не убили. Dendy's Bomba сработала отлично в этом моменте. Вот первый раз, кстати, мы видим. Да, 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 кстати, Dendy сейчас увидят. Dendy уже видят на этом ворде. И к нему подходит Bulba. И к нему подходит много кто. Dendy, Dendy, Dendy. Dendy! 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 0-2 Чилинг сприи Вот так вот Мы почувствовали себя на секундочку Корейскими календарами У меня тут хвост Уживает армлетом поиграл хвостецкий Остался в живых Спокойно идет отсюда Главное чтоб его ничем не добить Сейчас как будто садись воеволю Нормально Залез он в Урси Клэп какой-то моментальный Сейчас уже Урсы анимацию имеют Все крипы имеют анимацию Поэтому это было долго Хекс летит сейчас Димону и Тауэр забирает команда на УИ 30 минут игры прошло По баблу 6000 По XP 8000 Хорошо здесь наи подрались внизу И стали не лошадь Ближе поймали здесь И так это Ну в общем Да Дэнди хорошо здесь прячет В эту сексу под сайленс Моментально его стирают Есть ТП Кто это? Кто это? Это отмененное ТП Тот кто да Мог бы это быть Это был вообще Никс Ну Дэнди уже кликал просто на хекс туда Да понятно что там АПМ овер 9000 был И Никс я уверен он даже Динь деду не успел бы скрыться Даже нажатую там через шифт какой-то 13.10 Ну вот такой вот себе пошел Пошла пятиминуточка Дэндимона Скажем так здесь на Дримхаке И очень весело все Дэнди получается БКБ покупает товарищ Который у нас катает на Клинксе Катает койку в этой игре не самым лучшим образом Один килл пять смертей Ну Куроки здесь походу отправляется зимовать И Пупей тоже Куроки в Сайленсе Куроки Гофт Ух как я ее там швахнула Так уроки Минус маной Под В опочивальню Отпочивальню Отпочивальню Да Здесь тем временем плюс 100 голды Зарабатывает Пупей И Рошанчик стоит И его сейчас будет казнить Нельзя помиловать ребята из команды Na'Vi Нет Пупей передумал Ребята мне третьим тач был я там один Ну ребята Ну давайте драться Дэнди 2 500 1700 хп, вот Dendy 18 левел по левелу, Dendy это конечно топ-1 в команде, 17 хвоста и UTC, у кошки у Dendy 18, ну 15 фаник, 14 пупеха, так что вот в плане саппортов как-то сам начал делать, проигрывать. К фанику, к фанику U прилетел, это кстати good, это реально good, быстро бегая, высоко летай, да, вообще пипец какой живучий, да, Ghost, Dagger, ветра, где-то, в хайлайтах был момент, когда пак был с Гастом и с Юлом и с Даггером, и его гоняли в пятером по всей карте, вот я не знаю, где-то минуты полторы наверное, причем у пака там было при этом всем там 100-150 хп где-то так, реально было нечем зацепить, да, да, там постоянно то фейсшифт, то Юл, то ГОС, то еще что-нибудь, так, ну и тут у нас минус Рошан опять. Тут супер башер у хвоста, Эггес есть, есть Абисалблэйд, есть фельзы, есть барабаны, полезные штукенции собственно у него. Да, ну и по графикам мы понимаем, да, что Na'Vi уже реально далеко впереди, и что Ликвиды, если и могли победить в этой игре, то победить они могли вот в начале, когда они реально начали очень круто, когда вот этот Никс с Бонником очень сильно напрягали, ну, видим, наверное, смогли переломить это все. Ну, Т2 забирает сейчас Дэнгимон, пока в соло, здесь уже есть Фуник, в Фунике сидит товарищ Иксбок, но это попытка сплитпуша, и она, в принципе, удачная, откойкает и от ТС, и ТС приобрел рецепт на БКБ, тут до конца. Да, Дэнди, форстав себя, Тетри Тауэр, Тетри Тауэр начинает немножечко приседать, так больно приседать, Флаф прыгает, проблема в этой секции, ультиметы решили и ставить Хвост, банды, и забили, вот опять Хвост заевреничал Open Wounds на Windrunner, ну, Т3 забрали, они оттеряют две стороны, я вспоминаю эту игру, это DreamHack, полгода назад, точно так же, и Нани тогда проиграли, потому что у них забрали две стороны и на интернешне, так, вот такая же самая фигня, вышки на топе не убивает, ну, Дэнди сам сбивает, ну, Дэнди тут убил двоих по базе, ну, нормально, там Хвост сейчас несет линию, и Нани здесь побеждают, да? На этом просто не протупили, на этом просто сделали два нужных черепорта, сделали их пупей, собственно, и уроки, и все от Дэфи, а снизу мы видим, продолжает Хвост. Я просто понимаю, каким чертом Рубик от Дэфи у Вивера, но... Я не знаю, Вивер просто забоялся, но это, ну, это же… Пальг Khanig поднял ветра у нас поэтому сексе, здесь же Хвост и Хвост умирает. Хвост умирает! Дэнди, Дэнди спрятал себя! Ой, Квост играет арамлетом между нами, Play Keep being... не осталось линии улики до центральной но центральной линии мы всегда говорим что это реально намного неудобнее это вообще крайне неудобной ситуации так тут у нас что тут у нас остались голые бараки при бон флечере это неприятный момент это очень приятно что очень вижу есть которые даст хорошее может другому все равно был такой неожиданный климас от спидгейминг против дека там помню этот массу и циклинг сова два барака там вообще три раза в эти бараки это не знаю неужели сложно догадаться что если вы типа зажали противника на базе даже если ваш чувак умирает пока они дойдут пока эти все крипов поубивают пока будут заходить на хэгэ он уже от спаунится давным-давно даже вот на такой стадии игры там 60 секунд это дойти от тир 3 1 дутир 3 2 это очень много времени убивая еще крипов и так далее убивать всех этих крипов и что это медленные такие обмутки которые мало на что способны они уже деды такие в армии да 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 к ёшку а тут у нас мы видим 1600 1800 у него голды а по надворцу дэнди далеко впереди мы видим тисиксы по-прежнему гоняет хвоста тот самый тисик который только что отпушил рубик да да вот я о чем у которого 5 900 как вообще реально рубик ног и испугать вивера я не понял будь если честно не но иногда есть что ты боишься вообще всего но из-под отдела это парано и надо к врачу ходить в таком слуга это плохо так бенди бенди мы видим избавился от мидаса уже он ему не нужен копал его в овраге где-то говорит все иди видос чтоб потом на финальной статье стыдно не было мидаса уже за такой срок скажем себя изживает него можно спокойно продавать он реально много многократно себя окупает потому что продаете вы его естественно запланицам и нас будет но добивает относительно быстро за 10 минут на ходу 1 за 10 за 500 секунд ну дару без малого там 10 минут короче такое вот так и тогда там последнего не падает сейчас на базе кошка зрением зашел птички кошка нет они печки кошка плюс 20 голды для на и да причем визит же нет ульта поэтому сейчас эта птичка тоже очень быстро умрет как бы базар с даггером койкла без даггера куда деньги потратил куда деньги койкла потратил что у него появилась где курица не знаю где курица пупе идет в атаку койкла за ним визит дэнди без гема проблем будет быть у дэнди здесь купили кого-то долночки убивать или просто будет сопровождать их я думаю это неплохой и дэнди и дэнди и убираю но тут фаник вместе с хвостом это минус один Ну отомстил Дэнни так себе Фанни как сюда застрял, этот любитель застрял, тут кстати доедаус появился и сейчас этим доедаусом будет доедаловаться до всех Ну что же, без Дэнни, сейчас надо будет еще потупить немножечко, пока они соберутся на следующую вылазку Куроки! Куроки! Гофф! Блинкаут! Молодец! Такой тачдаун! Да! Можете еще там рисовать картинки с хвостом и с рапирами Куроки, конечно, кликает, мама не горюй Да-да-да А ничего у нас там? Фуник Ну такое на самом деле, сейчас Navi вроде и впереди, но они понимают, что если они протыкают хотя бы 15 секунд времени просто куда-то глядя не в ту сторону, то они реально потеряют линию причем непонятно еще какую, то что Бараков нет внизу еще не значит, что, ну не Бараков, точнее Таура это не значит, что если они отвлекутся, что Таура не станет в миде или на топе потому что Бонник очень надоедливый товарищ, но и сейчас скорее всего придется идти уже отпушивать Navi но если они потеряют одну линию, я думаю они смирятся Слизу в эту секси поднялку Рокки на уровне телепорта и здесь где-то в эту секси В эту секси Пиньета! И Дэнди покупает тревога, сейчас прилетит к пацанам и будет у тебя не на низ! Да? Дэнди отпушит топ и подойдет к пацанам вниз Вон так! Да, это хороший очень план Бонник его в соло убить не сможет здесь из-за того, что у Дэндика там всякие форстаффы, астралы и прочая фигня Да, но без Никса Дэнди убить тяжело, а вот с Никсом это... Ну, с Никсом тихо просто 850 залетел Лет? Нету А вообще нет Фаникс в хорстаффе уже здесь Ну, правда, пока не знаю о наличии форста внутри Паника Ну, хотя, я думаю, догадывается Вот где-то там, сидит себе, фильмы смотрит Так, Фаникс запрыгнул Пауэр надо быстро убить Так, увернулись еще от Фаникс Получается Сайленс, Фаникс сквозь, Фаникс поднял себе ветра ТС подняли, нету у него низки Хлоп далеко слишком побежал Убейте же его! ТС минус Хорошо Бульба, Хиксия Где Дэнди? Дэнди вот он Бульба отпустили Здесь же Койква И... Вменили немножко, да Ну, вышку забрали Вышку забрали И на топе сейчас птички А на топе птички забирают Т3 Вот эти птички сплют пушат довольно плотно Да, причем сейчас они убьют Т3 Они сядут и... Убьют так Убьют так Ну, не, здесь есть уже Фаник Поэтому вряд ли они убьют барак Так, вот одна, вторая, третья силе Фаник убивает, ну и потом птички собственно уже ничего не смогут сделать А Т3 снизу нету также у Ликвидов И барак нету УТС Деньги потрачены Был у него один ультимейт Орбец Было там много денег Ну, нету этих денег Есть смог от Ликвид Пойдут они сейчас искать приключения на свои пять задниц И так же покупает тревела у нас в тем временем Фуни Куэр Ну вот, опять же, видишь, наличие этого Боника Оно очень сильно влияет на геймплей Вот, потому что эти все тревела, гастов, миллион Это все вот против этого персонажа Потому что он действительно за несколько секунд способен перевернуть игру Куроки все сейчас спалил Вообще все спалил, всю движуху узнает Навик, где враг И понимает, что враг хочет Рошана А Рошан не хочет врага, потому что Рошан еще не появился И... Там до его появления осталось секунд пять, наверное А Тунди, кстати, с хвостом и сшил А, ну вот, вот, все, Рошан уже есть Так, вот он Рошан На Куроки помигали, помигали на Куроки, спалили его, кажется Куроки... Там только что синие бенги были А там нет уже Так, ультимейт, сейчас Дэнди приедет На Деси Дэнди, он немножко охотит Дэнди проситает, очите Дэнди... Машнил Котож Борз тоже умирает Часпирайни Ухлот Очень плохо сыграли Минус Рошан Это минус Рошан Это минус Рошан Вот этот Nyx с Monoburn-ом, которого взяли после Пика Дваурора Да, с пиком Nyx Он сейчас так много дел Коконтрит Дваурора Он реально у offense одним Monoburn Считай, сбывает от него почти полностью Так, купей забежал Получает Сайленс, Форстав себя, хвост, Форстав убили очень быстро, птиц надо поубивать, хвост за ТС, хвост, баш, и ТС умирает, просто он на месте, Бульба, Бульба, но тут Бульбу уже, наверное, не отпустят, и Сэм, Сос Али, умирает, все, что люди будут ТС, а Т4-то падают, Т4-то падают уже, и Сыра Эгис у Нави, казалось бы, есть шанс, есть надежда у Ликвид, мне кажется, что Ликвиды недооценили байбеки, они недооценили трвела у команды Нави, потому что Нави действительно быстро вернулись, Драку, после того, как их реально в салат разбили, вообще в Хламину, они вернулись, и точно так же в Хламину развалили Ликвидов, еп, так, ну что, сыр где-то там выложили, никому нахрен не нужен в этой команде, ну вот, наконец-то, пошли снизу, и все, у Вивера байбек, нет, у Вивера нет байбека, там кулдаун у Вивера, да, у Вивера нет байбека, еще 3 минуты, то есть 60 секунд Вивера не будет, я не понимаю, почему Нави не идут, ну вот, а нет, идут они, все ненормально, Да, и без Вивера, ну, голые Бараки точно убиваются, они и так уже дойдут, да, до линии, они уже возле линии, а Вивера еще не будет почти минуту, поэтому... Ну, Вивера не будет у них на конце игры, я скажу себе, ну что же, Нави, наверное, последний заход на хайграунд в этой игре, Хвост вместе с Дэнди, с ППМ, бьют Бараки, пока без шансов, пока без шансов для команды Ликвид каких-либо, Гриф будет вязать на последний тавер, кстати, Вивер по-прежнему без тапка, если еще... Ну, вот Виверы игру без тапка... А, не просто Т4 трон, Т4 трон! Ну да, все правильно, все, ломать, 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 ломать! А тут Размен, тут Размен, Кошка пытался устроить, он забрал Лендарак, вот он Гриф профукон, ну что, Last Chance команды Ликвид, попробуют ли они что-то сделать? Так, Шейкл, Шейкл залетел в Дэнди, на трени, умер, Койква, до свидания, байбай, на езде, байбай! он надо бить ребят нельзя нельзя забивать про то что сейчас может подняли будем подняли тянут время тисе через 10 секунд появится койка выжил и отбили здесь ликвид ликвид отбили нет 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 сейчас у койка закончится боковая ему быстренько купили бетон пошел бетон так у трона ну две тысячи на тысячи восемьсот тысячи семьсот койка умирает так тиси там бетон бенди минус хвост должен взвернуться бетон убили бульба байбэк там пупы таким пеплосы наворачивали вот это 300 800 500 400 300 200 100 любил это так там конечно дэнди такой кратер устроил да шваку под фонтаном но и нами такие выигрывают салитки выиграть тяжелый был матч довольно долго он шел 2